Дети с сахарным диабетом Это результат, который для нас, как для врачей и для мам очень важен Потому что от уровня сахара крови зависит вся тактика лечения диабетом И прежде всего это коррекция дозы инсулина Поэтому говоря о правилах ухаживания за пальчиками Мы всегда на школе диабета, в беседах с родителями Мы эту тему, конечно, оговариваем Перед тем, как проколоть пальчик, нужно обязательно ручки помыть С мылом, теплой водой и насухо вытереть Потому что если капля крови смешается случайно с каплей воды То получаемый результат будет не очень достоверный Очень важный момент, на который, к сожалению, не всегда обращают внимание Это то место пальчика, которое нужно прокалывать У нас пальцы имеют подушечку, имеют боковую поверхность И когда мы в повседневной жизни хотим ощупать какой-то предмет То мы всегда это делаем подушечками пальцев Потому что именно там находится большее количество нервных окончаний для ощущений А вот если прокалывать подушечку пальчика, то это может быть более болезненно Чем при прокалывании боковой поверхности И правильнее прокалывать пальчик именно боковую поверхность Там, во-первых, как я уже сказала, меньше нервных окончаний И больше мелких кровеносных сосудов Из которых мы непосредственно получаем капельку крови Каких-то специальных растворов для обрабатывания пальчиков не существует Спиртом протирать можно рекомендовать только в тех случаях Когда в силу внешних обстоятельств нет возможности помыть руки теплой водичкой с мылом Так называемые альтернативные места для забора крови Но забор из этих мест возможен только при использовании определенных насадок на ланцет И все-таки, когда мы говорим о достоверности получаемого результата Наиболее достоверный результат все-таки будет при прокалывании пальчиков Потому что из других мест, во-первых, бывает более болезненное добывание, скажем так, капли крови И результат может несколько отставать от истинных значений сахара Поэтому лучше использовать пальчики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok